Всем привет, друзья! Вы с психотерапевтом Аленой. И сегодня мы с вами говорим на такую тему, как разрешить себе радость. Вот сегодня я в футболке рибок, потому что я ходила на бег. Друзья, я с детства была спортивная, но потом как-то с работой я села на попец. И, собственно говоря, заставить получать себя радость природным способом, выделяя эндорфины, это нормально. Бегать, прыгать, скакать, плавать, обниматься, целоваться. Это все природные способы получения радости. Антиприродные способы получения радости, друзья, это лишнее питание, это мастурбация, это покупки делать, да, не своевременно. Есть у меня такие клиенты, которые они прям, может быть, сейчас смотрят. Очень много вещей, которые вы можете делать осознанно. Как разрешить себе радоваться? У меня в консультациях, вы знаете, много клиентов, которые находятся по всему миру, да. И кто-то богатый, кто-то бедный, кто-то больной, кто-то здоровый, кто-то кривой, кто-то косой, кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то толстый, кто-то худой. Все мы разные. Но получать радость мы можем абсолютно все. У меня есть клиентка, которая говорит, если я не выпью чашечку кофе, я уже не могу радоваться. Здесь мы говорим не только про зависимость от какого-то вещества. Мы говорим про то, что у человека настолько снижена внутри вот эта рецепция, да, перцепция ко всему, что ему очень сложно радоваться. Давайте не будем с вами говорить о действительно таких страшных стрессовых моментах, как награждать себя какой-то болью. Мы будем говорить с вами совершенно просто. Радость можно получать природным способом. Если в вашем организме, давайте биохимию немножко затронем, достаточно белка, достаточно железа, достаточно магния, достаточно витаминов и минералов, он уже рад, алгоритм уже рад, спасибо, хозяин. Алла, ты меня накормил, я шучу, да? Ты меня правильно сегодня завел. Второй момент – это радость создается тогда, когда уходит горе, да? Если вы встречаетесь с горем каким-либо, которое влияет на ваше эмоциональное здоровье, то это очень сильно может напрягать. И еще один момент, который служит базовой вещью – это обязательно, обязательно, друзья, работа с внутренними процессами. Какими? Если я хочу научиться радоваться, я должен понять сам, что для меня есть радость, что я выбираю для того, чтобы радоваться, что мне интересно, что мне нужно, что мне важно, что мне нравится. Если я понимаю, что мне нравится, я стараюсь сделать себя каждый день счастливее. Вот это результат. И еще для того, чтобы получать радость, нужно иногда спускаться в позицию маленького ребенка, который ползает, нюхает, лижет, прыгает. И это делают в первый раз как будто «Вау! Ничего себе! Вот это я смог! Вот это я крутой!» Ну вот я как бы и не утрирую, и на самом деле это так. Еще один момент – радость. Биохимию сегодня мало будем трогать, да, вашу. Немножко поговорим про физику и психику. Психика ваша будет не рада, когда она напряжена чем-то, каким-то вопросом, который вы не можете разрешить себе. Не могу разрешить себе купить машину, не могу разрешить себе открыть курсы, не могу, что я там не могу. И тогда психика говорит, ну ты такая, ах ты такая, такая-сякая, я тебя накажу, будешь у меня депрессухой. В депрессии человек вообще может страдать разными расстройствами, поэтому давайте постараемся без этого, и давайте постараемся смотреть туда, где у вас получается достигать того, что вам интересно. Следующий момент – вы можете получать радость, друзья, абсолютно от простых-простых вещей. Каких? Напишите под видео. Обязательно напишите под видео. И еще один момент для того, чтобы радоваться просто так, да, вам очень важно разрешить себе. Есть у меня клиенты, которые закапсулированы, да, и зациклившись на чем-то одном, например, похудение или смена обстановки, или человек не видит ничего другого, а ведь это уже ужасно. Так, еще один момент, который влияет на ваши эндорфины – это нормальная половая жизнь. Друзья, вспомните о том, что здоровый секс, здоровый сон, здоровое движение, здоровая еда, и вы уже почти счастливы. Это правда. И последний момент – напишите, что вам мешает радоваться. Мешает радоваться издержки по финансам, мешает радоваться разрушенные отношения, мешает радоваться внешний вид, мешает радоваться какая-то болезнь. Это все, друзья, это все. Это очень непростой момент, когда вы выбираете, чем вам заниматься. Да, друзья, это очень важно. Спасибо.